Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как проводится уборка города в весенний период? Какие технические средства применяются? Что зависит от самих горожан? Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Нинашев. Здравствуйте, Виктор Евгеньевич! Весна наступила, это большая радость, конечно, для всех, но для Департамента, как я понимаю, ставятся новые задачи по уборке, потому что зима-снег – это одна специфика, на мой взгляд, обывателя, а весна, когда все тает, это уже другое. Вот в чем разница? Задачи не новые, они из года в год повторяются, единственное, изменяются немножко акценты, потому что в весенний период у нас идет таяние снега активные, и фактически происходит вытаивание мусора, которое скопилось на газонах, на приладковой части, и оно вытаивает постоянно. Поэтому особенность весны в том, что даже если за день прошли, убрались, наплоделиться, температура постоянно плюсовая тает снег, то появляется новая. То есть эти работы должны появляться постоянно, постепенно собирая весь мусор, который вытаивает из-под снега. Плюс появляется то, что перепады температур, образуются ледяные корки, там, где на тротуарах, на проезжих частях. Это требует работы по максимальной возможности водоотведения дорог, как с проезжих частей, так и тротуаров. При необходимости уже обработки превентивно антигололедным материалом, для того, чтобы корки льда не образовались, и можно было спокойно ходить. Вот сразу уточню. Тротуары, дороги понятные. А тротуары они к кому относятся? Кто их убирает? Какие сложности? Тротуар, который непосредственно рядом с дорогой находится, либо отделен от нее газоном, относится к автомобильной дороге и содержится в той же организации, что и содержит автомобильную дорогу. И в нашем случае это МП благоустройство? Потому что много нареканий, конечно. Вот в последнее время именно на тротуар очень скользко ходить. И пожилым сложно, да ну и всем сложно. Как можно, вот критика горожан, как она воспринимается, куда можно, собственно, сообщать о каких-то вот таких участках, где нужно или посыпать, или что-то сделать? Вот как отрабатывается взаимодействие с горожанами? В настоящее время достаточно много механизмов информирования. Соответственно, у нас о замечаниях. То есть действует муниципальный геопортал на сайте администрации, где сделана отдельная закладка по замечаниям, которые выявляют граждане по уличной дорожности, в принципе, по всему. И можно оставить свое замечание, которое будет зарегистрировано, и, соответственно, там же на геопортале будет размещен ответ. Скажите, пожалуйста, ваше управление контролирующими такими функциями наблюдательного характера и фиксирующими вот такие нарушения не занимаются или нет? Не наблюдательного больше характера, а руководящего, потому что в случае, если действительно такое замечание есть, сразу идет задание муниципальному предприятию, которое содержит этот участок дороги, и более того, оно контролируется выполнение, устранение замечаний. То есть выезжает на место куратора и проверяет, действительно ли не выполнено, то есть расчислена ли лестница, сбита ли налет. То есть это все проверяется, фотографируется. – Я хочу уточнить еще такой момент. Посыпать скользкие места песком или еще там чем-то, солью или какими-то там химическими реагентами сегодня так же нужно? Потому что вот я лично заметила, что меньше, то ли вот какое-то время определенное не посыпают, до какого-то времени, потому что вот выходишь, и скользко, скользко. Это же никто не отменял пока? – Нет, не отменял. То есть образование гололеда, действительно, должно приниматься меры по его ликвидации. И связано с тем, что когда днем у нас солнце пригревает, даже и отрицательная температура идет таяние снега с крыш, остаток, который капает все-таки на проезжую на тротуары, и в результате в ночное время, когда температура падает почти до минус 10, замерзает. Поэтому непосредственно вот этот период, в ночное время предприятиям производится посыпка, только не в таком плотности, как это делается зимой при борьбе со снегом. То есть уменьшается норма расхода. Главная задача, чтобы не образовался лед, вода оставала в жидком состоянии. Потому что в дневное время, когда уже солнце светит, тепло, если внешнего притока воды нет, это участок просыхает, и асфальт уже остается сухим. – Какие тревожные моменты, на которые вы обращаете внимание, и по безопасности, по травмам, еще что-то, на которые особенно важно обращать внимание именно весной? Что это такое может быть? – Ну, по дороге… – И горожанам тоже на это, тоже нужно обращать внимание, потому что не все зависит от службы. Мы тоже должны быть внимательнее и осторожнее. – Ну, для гордости, быть намного осторожнее на тротуарах, которые непосредственно примыкают к проезжим частям. Везде бывают участки, где практически сухой тротуар, и появляется пятно, ну, занижение асфальтеля, обыче, на котором образовался лед, и возможность именно подскользнуться и попасть на проезжую часть, где движется транспорт. Максимальная опасность, которая действительно угрожает жизни людей. Здесь надо быть максимально аккуратным. – Понятно. А вот налить с крыши – это не к вашим задачам? Это не относится, да? – Ну, непосредственно к управлению нет, но правила в любом случае, еще в школе по-моему, у нас учили, что под крышами ходить скатными нельзя. Если ходишь, то прижимайся к дому. – Ну, сначала надо посмотреть перед тем, как заходить под крыши. Ну, вот это тоже проблема, но к вам она отношения не имеет. И я хотела еще уточнить, вот вы сказали, что мусор, вот важно собирать сейчас мусор, который под налитью образуется, потому что он непосредственно потом при стечении с водой попадает вот эти вот вливленевые стоки. Да, вот какая-то работа по очищению уже стоков, которая забита, может быть? Она проводится? – Нет, по поводу ливневой канализации, в принципе, предприятием, инженерной системы работа уже проведена. То есть работа производилась по мере того, как у нас плюсовик температуры не было, это было в середине февраля. – А сейчас? – Первочередные работы – это были проливка горячей водой дождеприемных колодцев, то есть непосредственно участков, куда принимается вода. То есть эти элементы сети, они не глубоко залегают, то есть грунт там промерзает и, возможно, образовываются ледяные пробки зимой. Потому что в любом случае зимой также туда попадает вода, неважно, с каких источников. Снег летает, либо там утечки. Для этого служба промывает ее горячей водой. – Вот сами эти решетки, да, промываются? – Решетки, непосредственно труба, которая на небольшого течения, она идет в ливневой коллектор. Вот их пробивает горячей водой. Далее уже самые ливневые коллектора, которые в глубине залегания ниже промерзания, то есть здесь уже работают и лососы у предприятия, они пробивают и выкачивают оттуда и ловые накопления, которые скапливаются. То есть обеспечивается необходимое пропускное сечение труб для того, чтобы принимать талые воды через дождеприемники и транспортировать их от дорог. – А мне кажется, что и мусором тоже забивается. – А вот если ил, то еще можно как-то легко вытащить, а вот мусор как оттуда с глубины-то достать? – Ну, и лососы, они, в принципе, позволяют откачивать к чайме ил и мусор. То есть не крупногабаритный, а крупногабаритный мусор припрясывают сами решетки. То есть их уже собирает муниципальное предприятие благоустройства в рамках очистки приладковой части, также непосредственно самих дождеприемников. – Ну, давайте посмотрим, как проводилась эта работа. У нас есть сюжет на тему, а потом продолжим разговор. – Главный враг льда в дождеприемниках – горячая вода. Чтобы подготовить ливневые канализации к паводку, важно растопить то, что осталось в них после зимы. В первый день весны на улицах Самары большая чистка. – Вода приблизительно градусов 70. Мы его топим, лед, и этим обеспечиваем водоотведение в дальнейшем. Иначе до мая месяца в дождеприемниках лед не растает. Чтобы с приходом тепла Самара не превратилась в Венецию, под землей проведены около 400 километров ливневой канализации. Вода в нее поступает через дождеприемники, их более 5000. Пока в одном месте рабочие борются со снегом в ливневке, в другом прочищают канализацию от ила и грязи. В первую очередь, внимание улицы, по которым ходит общественный транспорт. – Мы ситуацию контролируем во всем городе. Для этого создано, у нас ежедневно работает порядка 15 аварийных бригад. – Мы контролируем состояние сети. При возникновении где-то небольших подтоплений мы тут же реагируем, выезжаем. Очищаем от снега наледи сверху, чтобы вода беспрепятственно уходила в сети дождевой канализации. В городе уже очищено 65 километров ливневой канализации. Отремонтировано 300 дождеприемников. В порядок необходимо провести еще около 1000 колодцев. На чеку и дорожные службы задача своевременно привести в порядок проезжую часть. За зиму при дорожных полосах скапливается достаточно большое количество бытового мусора, который тоже стекает, забивает ливневые колодцы. Их тоже приходится очищать вручную. То есть фактически, пока не закончится сезон таяния снега и не сойдет, проведется уборка улиц, приладковые части, зимних накоплений данные работы будут проводиться. Городские службы работают с опережением. Расчистить особо опасные участки планируют до середины марта. Для уборки снега мы знаем вот эту технику, уже знаем, которая по городу ходит снегоуборочная. Сейчас какая техника применяется и какие технические возможности есть у города для того, чтобы чистить? Ну, основная возможность подбора мусора – это все-таки пока ручной труд. То есть в любом случае, если мы днем, когда мусор оттаял, его не уберем, то в ночь он примерзнет. То есть его убрать практически будет невозможно, это ждать, пока он оттает. То есть по-прежнему работает предприятие по уборке снега, то есть работа пока не завершена, не проводится, снег все-таки по-прежнему вывозится с дорог. Значит, уборка приладковой улицы, то есть в настоящее время, пока дороги более-менее не подсохли, также производится в основном в ручном труде. То есть это пока единственный эффективный метод – это ручной труд. По мере того, как будет подсыхание дорог, то есть уже не будет снежных масла вдоль дорог, можно будет применять вакуум подметальной машины, которая уже обеспыливает, уже конечную уборку дорог перед мойкой. А какие приоритеты существуют у департамента в первую очередь, что расчищать, допустим, тот же ручной труд или какую-то там технику использовать? Вот как все это планируется? Ну, планируется, значит, первоочередное, это, конечно, дороги с общественным транспортом, которые идут, основные магистрали. И предварительно перед началом этих работ производится такой вид работ, как ворошение снега, то есть те снежные массы, которые скопились на газонах, то есть они за период зимния слежались, утрамбовались, и таять достаточно медленно. Значит, их ворошат механизмами, тоже погрузчиками в основном, их ворошат, ускоряя их таяние. По мере того, как снег растаивает, там собирается мусор, как только снег сходит, туда выходят люди, собирают прилотковую грязь, скопившуюся, после чего выходят вакуум подметальной машиной, а потом поливомоечной. То есть и так вот шаг за шагом каждая улица проходит. Понятно, есть и стратегия, и тактика, но все-таки вопрос грязи, неубранных там участков, еще чего-то в городе стоит остро, и не только в последнее время, а как-то все время мы об этом говорим. Вот ваше видение, как можно решить проблему, и что мешает все-таки, недостаток чего-то, или наоборот, избыток чего-то, вот решить эту проблему, чтобы мы сказали, что в Самаре, да, вот убрана, чисто, и в весеннее время, и в зимнее, и в летнее, тем более. Вот как можно вот эту проблему, вот с точки зрения профессионала, обозначить, вот что поможет ее решить все-таки? Ну, если говорим о том, что грязь, которая попадает на проезжую часть, да, можно сказать, что частично она происходит с эрозией почвы, когда выдувается грунт, но все-таки больше всего заносится это колесами автомобиля. Потому что не секрет, что во дворах, во многих участках парковка осуществляется машина на газонах. Соответственно, местами, да, у нас комплексный ремонт дорог проводится последние три года, когда захватываем всю дорогу от фасада здания до фасада здания, когда мы убираем газон старый, ставим его ниже тротуара и проезжей части, что исключает вынос оттуда земли. На старых улицах, где еще газоны не отремонтированы, то есть имеют место, что с толыми водами, и земля смывается также на проезжую часть, появляется грязь. То есть это пока основные у нас поставщики грязи на дорогах. Ну и, соответственно, бытовой мусор, который, возможно, взлетает с контейнерных площадок. Некоторые просто выкидывают люди на улицы. Но это характерно не только для уличной дорожной сети, также это достаточно сильно заметно и во дворах, где под окнами после зимы оттаивание, и картина, так сказать, на газонах очень неприглядная, чего там только нет. Еще был такой момент негативный, но я знаю, что с ним власти боролись городские, что когда со строек вот большие машины, там КамАЗы выезжают тоже вот. Ну, по поводу строек там. И плюс еще там какие-то материалы цементные, все вот это строительство. Тут у них есть как и местные права в рамках наказания именно силами администрации районов административной комиссии, так и есть и административный кодекс, где служба ГИБДД их наказывает. Поэтому стройка, она поймать ее на отсутствие мойки колес и обустройстве выезда достаточно просто, наказать просто. То есть здесь выявляются факторы на грязи, фиксируются, и, соответственно, следует наказание. Здесь хотя бы это можно наказать виновного. Когда это уже поймать за руку человека, который выкинул пакет мусора не в контейнер, а в окно. Да, сложно и зафиксировать, и потом его наказать. Это да, это понятно. Скажите, пожалуйста, какие отношения у вашего правления выстраиваются с муниципальным предприятием благоустройства? Это же основной исполнитель работы, да, вот таких вот уборочных. Ну, в уборочных это была бы уборочность. Ну, вот по уборке. Ну, отношения у нас четко определены, как подрядчика и заказчика. То есть это гражданский договор. Опять же, вот какие санкции вы можете, вот при неудовлетворительном исполнении работ благоустройством, что вы можете, какие санкции? Если мы посчитаем, что работа выполнена неправильно, неудовлетворительно, мы их просто не принимаем к оплате. То есть все, что мы считаем выполнено некорректно, неправильно, с нарушением технологий, не привело к желаемому результату, оно не принимается, это несоответствует условиям контракта. Это получается... То есть вы контролируете, вы, выезжая на участки, вот это фиксируете, что вот неудовлетворительное качество... Да, сотрудники, кураторы, технодзоры, они еженедельно объезжают район, то есть у каждого закреплен свой район вместе с представителями предприятия, фиксируют недостатки, которые не выявлены в ряде на объездов. Оформляется это актом, предприятие дается срок на его реализацию. В случае, если сроки эти они не выполняют, им объемы исполнения не принимаются. Скажите, пожалуйста, а много нареканий, много претензий предъявляется? Ну, допустим, вот в весеннее время. Сейчас не так много, конечно, прошло дни, но все-таки. В весеннее время в основном нареканий идут жители по состоянию дорог. Если в зиму, то у нас, да, были замечания по своевременности очистки, но учитывая, что снегопады были достаточно интенсивные, да, предприятие не всегда справлялось, очень быстро все выполнилось, были задержки. Сейчас действительно обострилось то, что появляются дефекты дорог, ямы. Ну, предприятие работает в настоящее время. Единственным способом ремонта – это использованы литой асфалит и бетонной смеси. Работает у предприятий сейчас пять таких установок по городу. В принципе, пока успеваем за разрушением покрытия, видите, особо опасные ямы ликвидировать. Ну, погода нам, кстати, к этому помогает. У нас нет таких резких посеплений, чтобы большая вода пошла, и интенсивное разрушение пошло. То есть у нас идет все потихоньку, ступенчато. То есть переходим. Потому что, ну, вот, конечно, вот пока вот люди просто не привыкли, когда вот в воду заливают, это горячий там асфальт или что, и кажется, что это все ненадолго. Нет, ну, заливают не прямо в воду. Нет, потому что в любом случае дефект, он должен быть подготовлен к этим работам. То есть с последствием отбойных молотков ему придается правильно геометрическая форма. Но края делаются более-менее ровно для того, чтобы материал достаточно крепко схватился с основанием. И уже наличие непосредственно влаги, то есть сырости, это не влияет на эффективность работы. Но, как я понимаю, непосредственно в воду его никто не льет, и за этим мы тоже следим. Потому что в любом случае каждая карта, на которой они выбрали, фиксируется, замеряется, отмечается, и потом мы все это будем проверять. Плюс сама температура смеси, она порядка 270 градусов, она позволяет выпаривать всю воду, которая там находится, то есть эффективно работать. Скажите, пожалуйста, а результаты работ где можно посмотреть? Вот сейчас очень востребованы такие онлайн-режимы, социальные сети, чтобы это было видно. Но не только, не всегда же проедешь по городу и увидишь, там здесь чисто-нечисто, а вот есть какая-то у вас режима работы в онлайн? Чтобы вы где-то в управлении показывали, здесь вот так хорошо, а здесь плохо? Пока такой системы у нас нету. Единственное, что... Даже не могу сказать по поводу технической реализации, потому что в основном-то работаем именно по выявленным недостаткам. Если, допустим, у нас состояние проспекта Маслененко в настоящее время резко начало ухудшаться, появились большие ямы, причем там снег уже потихоньку сходит, и скорого не будет, то, допустим, сегодня именно вышли туда работать с литым асфальтобетоном, то есть сегодня в день и в ночь должны его полностью пройти, оно будет готово. Допустим, в участках, где с Кохером сегодня не получится работать, это, допустим, улица Максима Горького, Венцкая, то есть там сегодня в день подготавливают непосредственно карты, в ночь уже будут выходить с горячим асфальтобетоном и их заливать. Ну, в любом случае, что основной работ по ремонту объема, то у нас все равно происходит ночь, потому что любой карте для того, чтобы она застыла, у меня необходимо определенное время, чтобы по ней никто не ездил. А учитывая, что интенсивность движения в городе высока, днем это сделала достаточно проблематично в центральной части. Да. Вот если вернуться к этой проблеме, к грязи, которую вы говорили, что она за счет грязи именно газонов, и еще вот рядом с дорогами же тоже большие довольно участки, я помню, к нам приходил Владимир Василенко и говорил, что в Европе вы не увидите таких огромных участков земли вот с цветами, с деревьями, и что вот от них вся беда и грязь. Так же нет, не просто земли с цветами. Дело в том, что если на земляном покрове, на земле есть устоявшийся травяной покров цветами, то как можно решить ее? Если есть устоявшийся травяной покров цветами с зелеными насаждениями, то сама растение не удерживает грунт, они не дают выходить. Но если земля открытая, то есть на коне ничего не растет, это да, это источник грязи. Но у нас действительно таких территорий очень много. А как вот если знать, что это проблема, и таких территорий много, вот можно эту проблему как-то решить или нет? Если мы знаем, что это основная проблема, вот грязи. Мы же и решаем потихоньку в рамках комплексного ремонта, когда мы делаем улицу полностью, то есть на ней не остается незахваченных участков. Если это газон, соответственно, он газон засеян травой, он ниже уровня дороги, он закрыт техническим тротуаром, тот утром с другой стороны, то есть это вот такой корыд, из которого ничего не вылетает. То есть самое главное, чтобы было ниже дороги, вот эта вот земля ниже дороги. То есть туда не попадает фактически реагент с проезжей части, потому что есть технические тротуары, эти полметра, где образуется вал. То есть даже если попадает, то это незначительное количество. Соответственно, на нем трава посеянная, она взойдет, растет, и ничего не мешает. И второй проблемный момент, на который вы тоже обратили внимание, это горожане и мусор. Вот бытовой мусор, и вообще мусорят горожане тоже. Скажите, мы все уже привыкли к этим субботникам общегородским. Вот какая ставка делается на эти мероприятия, какая роль в этом отводится горожанам и в этом году? Это же все повторится, да? Есть уже какая-то информация? Ну, главой города уже подписано постановление о проведении месячника по благоустройству. Он, как обычно, проходит у нас с 1 по 30 апреля. Общегородский субботник назначен на 22 апреля, то есть это суббота. Ну, вообще говоря, жителям не обязательно ждать субботника, потому что даже те же самые районы города у нас очень сильно отличаются друг от дружки от наступления весны. Скажите, пожалуйста, в Красноглинском районе... Нет, в Красноглинском районе снег сойдет намного позже, чем в Самарском и Ленинском. Поэтому выйти так же само, убрать дворы в Красноглинском, возможно, когда с 22 апреля можно будет. А некоторые работы, допустим, по Самарскому и Ленинскому районам можно будет проводить уже и 9 апреля. Поэтому здесь ждать, для того, чтобы убраться в своем дворе жителям не обязательно их субботника. Для этого у нас есть внутригородские районы, которые в состоянии обеспечить желающих жителей инвентарем, помочь им с уборкой, вывести весь собранный мусор. То есть здесь все районы целевые указания получили, значит, они готовы к этому. В основном сейчас задачи, они аккумулируются в районных администрациях, они будут... Непосредственно работа с населением, да, осуществляется через районные администрации, через ТОСы. Как раз. Но скажите, пожалуйста, а как бороться вот с таким отношением, с некультурным, мягко скажем? Какие-то разрабатываются все-таки стратегические? Вот что делать? Потому что это тоже одна из проблем мусора и грязи. Ну, кроме воспитания и непосредственно самостоятельной уборки этого мусора, вряд ли кто что-то еще поможет. То есть пока ты сам не поубираешь вот этот мусор, который скопился, ты не поймешь, как это влияет. То есть то же самое субботники, они и назначены для этого, чтобы человек видел, что будет, если он кидает, и что это надо убирать. Да, такая воспитательная функция. А вообще, вот эффективность субботников, она высока, намного больше территории убирается, и мусора, чем вот службами постоянно, которые обязаны это делать. Есть эффект действительно, вот такой хороший и явный? Эффект есть то, что разово получается увидеть, что было до, что было после. Потому что все службы, они идут ступенчатки, то есть переходим от одного сквера к другому, то есть потихоньку нарастает эффект, и он не так сильно бросается в глаза. Про субботник, когда выходит массово, или жители, и все, то есть мы видим, что было с утра, и что будет вечером. То есть это эффект разницы, что было и как стало. Кажется, что так все чисто, и дышать намного легче, и приятнее передвигаться по городу, потому что действительно, если вот проблемы обозначены, и мы знаем, какие они, нужно решать их. Если это проблема грязи основная, и такой невоспитанности населения, то к этому тоже нужно как-то двигаться и решать их. Я хотела еще уточнить у вас, какие основные задачи ставит себе управление вне зависимости от сезона? Ну, основная задача, это то, что обеспечение автомобильных дорог, мест общего пользования, скверов, бульваров, набережной в удовлетворительном, санитарном состоянии и обеспечении их безопасности. Это основные задачи наши. А какие есть проблемы, которые все-таки окончательно не могут позволить решить, чтобы все было чисто, красиво, отремонтировано и так далее? Вот на что, чего не хватает все-таки? Ну, не хватает пока еще достаточно эффективной оснащенности предприятия, встречающей с уборкой. То есть, да, у МПБ есть дефицит современной техники, которую надо обновлять, которую надо закупать новую. Соответственно, техника, технология не стоит на месте, увеличится эффективность дорожных машин, тоже надо принимать внимание. Ну, и общее состояние тех же самых уличнодорожных идей, парков, скверов, все-таки, да, последние пять лет объем работы по ремонту был большой, но и выполнить еще достаточно много надо, чтобы уже, если уже говорить, что вся уличнодорожная сеть города была, ну, если бы не в идеальном, то в нормативном состоянии. И уже тогда будет намного легче и производить уборку, и передвигаться по нашим дорогам. А есть ли проблемы с нехваткой кадров таких хороших, профессиональных, квалифицированных, и просто даже массовости, если вот возьмем, уборка, это же, в общем-то, много людей, нужно выговорить, используется очень сейчас, в настоящее время ручной труд, да, может, людей не хватает. Как эти проблемы решаются? Ну, части дорожных рабочих, в принципе, у предприятия, их достаточно, при этом при необходимости они, конечно, принимают подрядную организацию, то есть здесь предложение на рынке есть, ну, и муниципальные служащие в период месячника активно принимают участие в уборке города, проводят средники, по средам выходят также субботники, не только общегородской, но и каждый суббот. Все-таки важное значение, да, вот и не только вот посмотрел утром и вечером, а тут еще предварительная большая работа вот перед таким общегородским субботником. И еще все-таки на весну, вот еще раз, чтобы подытожить наш разговор, какая специфика уборки города весеннее время, что вы используете, на что внимание обращать горожанам, и, может быть, даже какие-то пожелания нам всем, потому что мы живем в нашем красивом городе, несмотря ни на что, в преддверии таких событий значимых, наверное, тоже вот на это нужно целенаправленно обращать внимание, чтобы стремиться сделать город красивым, убранным, чистым и так далее. Основная специфика, это все-таки, как я уже сказал, это подбор мусора. Это все, что скопилось за зиму, надо собрать и убрать. А для граждан, вроде бы все-таки не стесняться и участвовать в уборках своего двора, соседнего двора, возможно, парка, сквера. Принять честь не только в общегородском субботнике 22-го, но и строить свой во дворе со своими жителями, со своими соседями, чтобы свой двор был чистый и красивый. Да. А вы, Виктор Евгеньевич, лично вы, вы, как оцениваете ту территорию, на которой живете? Вот она убрана? Ну, вот, чтобы воздействовать, вот на небольшой, даже вот этот участок. Вообще говоря, да, у нас ТСЖ, ну, мы, правда, не общегородское, а самостоятельно выходим, убираем, потому что одна сторона дома солнечная, одна теневая. То есть, если с одной стороны у меня цветут цветы, то с другой еще лежит снег. Поэтому этот период, он продолжительный у нас происходит, но мы сами красим заборы у себя вокруг этих клумб, цветы сажаем, я с дачи пионы привозил, сажали около дома. То есть, мы стараемся, чтобы у нас дом был красивый, и это приятно, когда вот видишь, что у соседей, у соседнего дома тоже все газоны в цветах, у нас тоже завидно, тоже сажаем себе, и у кого лучше получается, смотрим. Да, ну, это такой, я бы сказала, сейчас тренд в районах города и во дворах, да, вот появилось такое, так скажем, движение, потому что на самом деле люди стремятся как-то свои участки украсить и цветами, и благоустроить. Действительно, весна – это прекрасное время, мы дождемся, когда все-таки растает снег, надеемся, что весь мусор будет убран, и горожане не будут мусорить, а, конечно, лучше высаживать цветы и радоваться всему этому. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о том, как проводится работа в весенний период. Спасибо и вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова